Это неделя, 7 дней нашей жизни в одной программе. Сергей Дорофеев, здравствуйте. Находясь внутри событий, сегодня мы покажем ураганы войны. Границам Украины стягивается российская техника. В колоннах системы залпового огня ураган. Неожиданно президентом Польши становится оппозиционер Анджи Дуда. Какой музыки теперь ждать от Варшавы? Какая боль! Это даже не Аргентина-Ямайка. Полиция, FIFA 7-0. В Швейцарии арестованы боссы FIFA, 7 человек. Война, смерть, беженцы, а еще война, гибель семей. Вышел фильм о том, как рушатся семьи от разных взглядов на события в Украине. Пол, пожалуй, лучший в мире мастер по изготовлению роялей. Вивьяна одна из величайших пианисток. В их доме можно видеть музыку. В нашем эфире удивительная история любви. Целая неделя за полчаса. Начинаем. О перемирии на Донбассе сейчас кричат. Из-за канонады не слышно слов. Де-юре минские соглашения соблюдаются. Де-факто война. Боец нацгвардии батальона Донбасс в Широкино близ Мариуполя жалуются. Киев не присылает боекомплекты. Когда в прошлую ротацию просили, у нас БК заканчивается, подвезите. Они сказали, у нас сейчас нет боевых действий. Да, елки-палки. Ну как нет? Я говорил, приедьте сюда, посидите, посмотрите, что здесь на самом деле происходит. А вот уже поселок Донецк-Северный. Люди меж двух огней позиции украинской армии и боевиков непризнанной ДНР в километре от поселка. Обстрелы в это мирное время там давно уже норма, признаются местные жители. Там украинские войска вооруженные силы. Спартак, как называемый, ополченки. Вот РЭД, вот иностранцы Донецк-Северный. Все у военных действий. И вот на таком фоне неделя приносит новые доказательства. К границам Украины активно стягивается российская военная техника. Корреспондент агентства «Рейтер» сфотографировал колонну российских систем залпового огня «Ураган», БТРов и военных грузовиков без номерных знаков. Всего несколько десятков транспортных средств. Конвой двигался в сторону Донецка. Колонна проехала поселок Матвеев-Курган. Это Ростовская область. И свернула с дороги в поле до Донецка. Там немногим более ста километров. И также «Рейтер» разместил снимки товарного поезда с танками. Состав следовал в сторону Украины. Ситуация в зоне конфликта становится более напряженной. Наши корреспонденты на Донбассе, ссылаясь и на военных армий, и на сепаратистов-боевиков, сообщают, похоже, грядет новая фаза войны. И вот на неделе как раз исполнился год президентства Петра Порошенко. Украинский лидер дал большое интервью, где, в частности, заявил, Киев готов к войне, точнее, к миру. Если сейчас перемирие будет нарушено, будет пройдена линия соприкосновения, будет организовано наступление на украинские вооруженные силы, в то же мгновение мною будет подписан указ о введении военного положения и передан в парламент. Я не имею никакого сомнения, на протяжении считанных часов военное положение будет введено, и Украина продемонстрирует свою готовность к войне. Нет, готовность к победе, к миру. Вся неделя в одной программе. Продолжаем. Неожиданная победа. У Польши появилось новое первое лицо из оппозиции. Президентом становится 43-летний Анджи Дуда. Кандидат от партии «Право и справедливость» набирает почти 52% голосов. Нынешний глава государства Бронислав Комаровский убеждает 48% поляков. Свои поздравления сопернику Комаровский произносит, как только публикуют экзит-полы. Не дожидаясь официальных итогов, во время брифинга Польша видит всю семью Дуды рядом с победителем его жена и дочь, чьи фото на неделе заполонят обложки местного глянца. Если же говорить об идеологии партии, которую представляет Дуда «Право и справедливость», это скорее национал-консервативная сила. Ее лидер Ярослав Качинский, как и его погибший в авиакатастрофе «Брат», известен резкой риторикой в отношении политики Москвы. Комментировать итоги выборов сразу после появления результатов я прошу корреспондента польской газеты «Выборчий в России» Вацлава Радивиновича. Пан Вацлав, тот факт, что на выборах в Польше победил еще вчера политик второго эшелона, демонстрирует ли наличие демократии в действии в стране? По-вашему, это так или это было протестное голосование, потому что электорат просто устал от Комаровского? Да, польский электорат устал, может быть, не столько от Комаровского, потому что у нас огромное значение в Польше имеет местное самоуправление, местные власти, но и там тоже доминировали люди, гражданскую платформу. На это, знаете, засиделись, можно сказать, подводные камни демократии, что и такое может случиться. Партия «Право и справедливость» всегда характеризовалась национальной центричностью и достаточно резким отношением к политике Кремля, особенно в последнее время. По-вашему, ждать ли после этой победы усиление критической риторики Варшавы? Отношения между Варшавой и Москвой уже настолько плохие, что дальше уже практически никуда. Уже было объявлено то, что вслед за Дудой Ярослав Качинский, настоящий лидер этого движения, будет утрываться в премьере уже довольно скоро, в октябре, и если они будут у власти Дуда и Качинский, это для Москвы огромный подарок на самом деле. Комаровский был опаснее, потому что он про-европейский, и он намного понятнее для Браслета. Но сейчас приходит на смену кто-то непредсказуемый, евросцептик, и голос, и вес Варшавы в Европейском Союзе будет гораздо ниже. Это очень хорошая новость для Москвы. Казалось бы, первый день после выборов. Время, когда команды кандидатов хотя бы несколько часов могут перевести дух, а нет, технологи Дуды не дают своему шефу отдохнуть. Придумали публичную акцию в центре Варшавы у входа. В метро Дуда угощает прохожих, раздает стаканчики кофе. Вот что такое новая бодрящая политика, напишут потом газеты. Эта неделя – семь дней нашей жизни в одной программе. Сергей Дорофеев, приветствуем всех, кто только к нам присоединился. Пол приглашает в свой дом недалеко от Праги, дом, где можно увидеть музыку. Он, пожалуй, лучший в мире мастер по изготовлению роялей. Его жена Вивьяна – одна из величайших пианисток. В нашем эфире настоящий короткометражный фильм «Удивительная история любви». Дождитесь. Ну, это будущее, а пока какая боль. Это даже не Аргентина, Ямайка 5-0. Полиция, FIFA 7-0. В Швейцарии по запросу США арестованы боссы, в смысле шефы Международной Федерации Футбола. Семь человек. Их обвиняют во взятках и отмывании денег. Сколько? Говорят о 100 миллионах долларов. Одновременно в Тюрихе обыск по делу о выборе места проведения чемпионатов мира в 18-м и 22-м годах. А был ли честным конкурс? В мире футбола крупнейший скандал. В пресс-службе FIFA заявляют, Блаттер не причастен. Цитата. «Ко всему этому». Обо всем этом по порядку. Среда, раннее утро. Тюрих в своих номерах на белоснежных простынях пятизвездочного отеля. Сильные мира сего, футбола сего. Стук в дверь, открывайте полиция. Через несколько минут чиновники FIFA уже садятся в казенные машины. У белоснежного белья теперь другая функция – скрывать лица больших пассажиров. Судя по всему, пятно на репутации FIFA отстирать будет непросто. Тем более, что Блаттер пожимает плечами, говорит, цитата, «Не могу же я за всеми следить постоянно». Антон Золотых. 2010 год. Россия. Футбольные фанаты празднуют официальное решение о проведении чемпионата мира в России. Одновременно с ним фанаты в Дохе узнают, что чемпионат 2022 года пройдет в Катаре. После скандала оба чемпионата могут оказаться под угрозой. FIFA – пострадавшая сторона в этом расследовании. Это означает, что обыски у нас не проводятся. В заявлении Минюста США говорится, цитата, «О разоблачении схемы обогащения путем коррупции в международном футболе, которая существовала в течение 24 лет». Это настоящий детектив. Есть мнение, расследование связано с общим недовольством действующим руководителем федерации Зеппом Блаттером. «Давно уже действительно обвиняется FIFA в коррупции. Был проведен доклад исследований Майкла Гарси, членов FIFA, по поводу коррупции. Его положения были использованы в работе FIFA, после чего сам Майкл Гарси подал в отставку. И вот сейчас, видимо, те, кто давно уже пытается, как говорится, копать под него, решили нанести существенный удар с использованием даже сил со стороны США». В заявлении FIFA пока подчеркивается, турниры в России и Катаре пройдут по плану. Однако эксперты полагают, если взятки подтвердятся, право проводить чемпионаты могут и отозвать. «Все когда-то случается в первый раз, если будут найдены серьезные какие-то доказательства, это коррупционные схемы, то я не вижу причин, почему бы вы не перенести чемпионат мира. Кандидатов для его проведения сколько угодно, практически любая развитая европейская страна имеет в своем направлении широко надежную инфраструктуру». По словам министра спорта России Виталия Мутко, связи между задержаниями и выбором мест проведения чемпионатов нет. Подготовка к Мундиалю-2018 в России продолжается. Листаем неделю дальше. Новая лексика новой России. Раз, два, три, четыре, пять. Нежелательно опять. Похоже, из генпрокуратуры будет разноситься считалка. Владимир Путин подписал закон о нежелательных организациях. Отныне все просто. Судьба любой иностранной коммерческой или общественной организации на территории России в руках генпрокуратуры и МИДа. Объявят тебя нежелательным. Работу в России, будь добр, прекрати. Причем без решения суда. Закон Путин подписал в воскресенье, а уже в понедельник депутат Госдумы от ЛДПР Золочевский отправил в генпрокуратуру запрос проверить на нежелательность правозащитников Amnesty International, Human Rights Watch, а также Transparency International, Московский центр Корнеги и общество Мемориал. Как говорит сам Золочевский, хочет понять, не угрожают ли они безопасности, обороноспособности и конституционному строю России. Что это за диагноз? Нежелательность. Какие симптомы грозят коммерческим организациям летальным исходом? Разобраться сложно. Я встретился с чешским журналистом и общественным деятелем Онжеем Соукупом. Здравствуйте, Онжий. Добрый день. Вы хорошо знаете ситуацию в России, вы там и работали, и учились, именно поэтому я вас пригласил. Вы равноудулины и от власти российской, и от оппозиции. Вот по-вашему, что это такое нежелательная организация? Когда государство не может сказать, что человек сделал чего-нибудь плохого, оно его не может судить, но боится, что он будет заниматься тем, что государству не будет нравиться. Так что это очень расплывчивый термин, который фактически невозможно обжаловать в суде. Так тут и не будет решения суда. Для меня в этом определении нежелательная организация, очень много субъективного, потому что вроде как российская власть может сказать, мы вас закроем, не дадим работать, потому что вы не умеете родину любить так, как это любим мы, делаем мы, но открыто мы вас громко закрывать не будем, это будет вот так тихо. Если есть законодательство, то вы знаете, что вы можете делать, что вы не можете делать. А тут как бы вы можете делать что угодно и быть закрытым тоже за что угодно. С точки зрения государства это огромное выгодно. Но послушайте, это очень спорно все, что вы говорите, потому что с вами спорит соавтор инициативы, депутат Госдумы от Справедливой России Александр Тарнавский, я специально выписал его цитату. Это ответ на действия ряда государств против России. Это классический пример решения администрации Обамы закрыть рынок для большого российского концерна «Калашников». Администрация признала концерн нежелательной организацией, я продолжаю цитировать. Возникает вопрос, может ли Россия поступить точно так же? Ну смотрите, все логически правильно, это симметричный ответ. Ну, я думаю, что запрет прежде всего грозит не условному концерну «Локит Мартин», если так сравнивать, а скорее какой-нибудь маленькой неправительственной организации. Так что все-таки такой асимметрический ответ. И главное, я давно как бы смотрю на то, как развивала ситуация в Беларуси. Цел, в общем-то, одна, цел вытеснить как бы возможную политическую оппозицию из игры. Я очень хорошо знаю ситуацию в Беларуси. По-вашему, у меня будет такой вопрос. Не считаете ли вы, что все происходящее в Беларуси это такой политический и идеологический полигон для России? Безусловно, я думаю, что российские законодатели, ну или власти скорее, изучили этот опыт. И им, я думаю, очень нравится в тот момент, когда политическая оппозиция, она, в общем-то, дошла до уровня таких как бы дебатных кружков. И это очень удобно, потому что их людей можно в такой момент, как бы, конечно, в любой момент посадить, там, применить какие-то другие меры. Благодарю вас. Спасибо. Семь дней нашей жизни. Такие разные. На неделе премьера фильма «Кто нас развел?» российского режиссера украинского происхождения Евгения Леснова. Фильм в интернете, фильм на дожде. Смотрят все, кто думает. Война – смерть, война – беженцы, война – гибель семей. Разности во взглядах могут детонировать сильнее боеприпасов. Люди ссорятся из-за событий в Украине и расстаются. Наталья Ипатова из Киева перестала писать родной сестре в Хабаровск. Олег Дьяченко не может дозвониться в Смоленск. Тетя Галя не берет трубку. Тимур из Москвы не захотел увидеться с братом, бойцом нацгвардии, который служит в Славенске. Наталья Альчикова скучает по Севастополю. Но не собирается возвращаться. Проникая в повседневную жизнь, война разлучает родственников и друзей. Это тяжелые истории. Владимир и Тимур и Бадулаевы – родные братья. Один живет в Москве, второй в Киеве. Для Владимира старший брат всегда был примером. Хорошо учился, поступил в московский вуз, устроился на высокооплачиваемую работу и получил российский паспорт. Владимир уже было хотел пойти по стопам брата, но тут в его жизни случился Майдан. Именно он и разделил родных людей больше, чем тысячи километров между Москвой и Киевом. Он достаточно умный человек и он должен понимать вообще, что происходит. Я не ожидал от него услышать вот эти вот все пророссийские настроения, которые, собственно говоря, по телевизору показывают, хотя он тоже телевизор не смотрит. Откуда это у него взялось, я понятия не имею. Американцы это все организовали однозначно, а уж как они это организовали. То ли эти дрова поставляют через там третьи руки, то ли как-то еще. То есть это организовано и массово. Ты считаешь, что ты здесь в Москве, ты рассказываешь о том, что происходит на Майдане, человеку, который там в этот самый момент на Майдане. Ну понятно, да. Да, так и делаю. Ну сверху, сверху-то виднее. Двоюродные сестры Елена и Ирина в детстве каждое лето проводили вместе. На фотокарточках в старом альбоме «Теплая девичья дружба». Когда в Украине начался Евромайдан, в отношениях сестер повеяло холодом. Чтобы разговоры не превратились в бесконечную ругань, темы для бесед пришлось тщательно фильтровать. Это скорее походило на хождение по минному полю, чем на общение двух близких подруг. Конец дружбе положило присоединение к России и Крыму. Она меня спросила, что у вас творится. Я говорю, ну как что, революция, мы боремся за свою свободу. Она, да, но у вас же там фашисты. Просто постоянно смотрела телевизор, все это очень сильно. У меня был просто шок вообще, потому что Украина, я считала, это просто наши братья. И мне это было дико, то, что сейчас там молодежь воспитана в духе нацизма. Галина Сергеевна видела внука только на фотографиях. Она живет в Смоленске. Ее родной племянник Олег Дьяченко с женой и сыном в Херсоне. Разделяют не километры и границы. Взгляды. Олег показывает сыну фотографии героев на центральной площади Херсона. Рассказывает, за что они сражались. Главный источник информации Галины Козловой – телевизор. Она уверена, с голубого экрана врать не будут. У нее герои свои. У нас специально есть такая передача, Владимир Соловьев на эту тему. Там и с Украины бывают. Я ей сразу начал говорить. Тетя Галя, то, что вам показывают по телевизору, вы просто не верьте. Просто не верьте. Вам врут все. Она, как же так? Не может быть такого. Говорит, по телевизору не могут врать. Она бросала трубку. Разорванные связи, разбитые сердца. Даже если обстрелы на фронтах прекратятся, перемирие в этих семьях наступит едва ли. Семь дней в одной программе – это неделя. А это дом, где рождается музыка. Они могут часами обсуждать звучание каждой клавиши. Вивьяна Сафраницкая и Пол Макналти словно созданы друг для друга. Он для роялей. Рояли для нее. Она для него. Нас приглашают в гости. В крошечном чешском городке, который не на каждой карте найдешь, живут удивительные люди. Пол, пожалуй, лучший в мире мастер по изготовлению роялей. Вивьяна – одна из величайших в мире пианисток. В доме, где звуки можно видеть, побывала Дарья Соловьева. Она бросает взгляд на зал, и ее пальцы опускаются на клавиши. С этого мгновения едва ли что-то сможет вырвать Вивиану из диалога с одним из ее лучших друзей – роялем. Не она играет на нем. Они вместе создают мелодию. Когда я сажусь за рояль, рояль мне тут же отвечает. В зависимости от того, как рояль мне отвечает, моя идея о том, что я хочу сделать, меняется. Дома у Вивианы Сафраницкой не один рояль. На вопрос, сколько именно, она предлагает посчитать самим. Но каждый раз, когда пианистка разучивает новое произведение, играет его на каждом из них, чтобы понять, характер какого рояля подходит для этой мелодии. Мне повезло и в том, что я имею столько много инструментов. То есть, если, допустим, на этом рояле какая-то музыка не звучит, я могу пойти на другой. И, допустим, я бы не стала на этом рояле играть листа. То есть, это бы не было так хорошо. И остались бы от листа рожки до ножки. Современные рояли нельзя назвать бесхарактерными. Как о людях говорит об инструментах Вивиана. Просто характер у них у всех одинаковый. Но он точно не такой, как был у роялей 300 лет назад. Моцарт выбрал Вальтер. Это был его любимый рояль, с которым он не расставался. Только на нем он хотел играть, как его папа написал. И что же получается, что мы скажем, что это вот случайно. И он на нем мог достигнуть тех эффектов, которых на других роялях он достигнуть ему было труднее. То есть, результат был хуже. А ему хотелось совершенства. Теперь это совершенство рождается тут. Муж Вивианы, Пол Макналти, известен на весь мир благодаря тому, что создает точные копии легендарных инструментов, на которых играли Моцарт, Шуберт, Бетховен, Лист. На фабриках по производству роялей в год делают тысячи экземпляров. Мастерскую Пола за 12 месяцев покидает не больше десятка инструментов. Однако путь каждого из этих роялей начинается в музее. В музеях находятся оригинальные инструменты. И нам очень везет, если они сохранились без больших изменений. Но проблема понять, какие детали в этом рояле оригинальные. Из музея Пол направляется в лес за идеальными звуками. Половина успеха – правильный материал. Пол приехал жить в крошечный чешский дивишов только потому, что только здесь растут деревья, из которых в 18 веке делали лучшие клавиры. Вот они, ждут своего часа. Пол проводит экскурсию. Здесь бревна пилят, здесь сушат. Мы кладем на рельсы доски, задвигаем и печем их. Грубую работу в мастерской Пола делают его помощники. Чтобы проверить качество, мастеру достаточно постучать по будущему инструменту. Все строго по чертежам. Это не производство, где сантиметр другой не играет роли. Здесь все четко до миллиметра. Но есть работа, которую мастер не может доверить никому. Весь механизм работы рояля он делает только сам. Ошибки быть не может. Этот прибор для измерения веса крошечных молоточков, рождающих звуки, Пол изобрел 25 лет назад. До сих пор ничего лучшего никто не придумал. Он очень чувствительный. Если положить на молоточек кусочек бумаги, все изменится. Он станет слишком тяжелым. Кажется, Пол может бесконечно рассказывать о каждой крошечной детали. А их здесь тысячи. Только представьте, кожу, которую натягивают на молоточки, Полу пришлось искать по всему миру. У современных овец кожа отличается от кожи тех, что жили 300 лет назад. Подходящих овец мы нашли в Индии, в Кималаях. Главный цензор и поклонник работы Пола – его жена. Вместе они могут часами обсуждать звучание каждой клавиши. Они словно созданы друг для друга. Он для роялей. Рояли для нее. Все – она для него. Вивиана доигрывает последний аккорд и словно возвращается в реальность. В реальность, где ее ждут поклонники, любимые создатели ее мечты и лучшие друзья – ее рояли. Дарья Соловьева, Антон Золотых. Настоящее время – неделя. Это была целая неделя за полчаса. Семь дней нашей жизни в одной программе. Все выпуски на сайте «Карантайм», в социальных сетях и в эфире ваших национальных телеканалов. Я Сергей Дорофеев. Спасибо, что смотрели и думали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова